На четвертые сутки уже не могут в Днепре избрать меру пресечения участнику перестрелки, в которой погибли двое бойцов АТО. Она произошла на прошлой неделе. Подозреваемый гражданин Израиля Давид Побелер, он был ранен в этой перестрелке. В прошлом году получил три года условно за незаконное владение оружием. В суде его интересы представляют четыре адвоката и каждый день они выдвигают новые ходатайства. Вначале говорили, что Побелер находится при смерти. Затем потребовали переводчика с Иврита. Потом объявили, что не доверяют ему. Сегодня же в очередной раз заявили о недоверии к судье. Следующее заседание назначено на понедельник, но тем временем следователи полиции заявили об угрозах от адвокатов Побелера. Адвокаты в зале здесь, находясь в перерыве, объявленном в суде, сказали мне о том, что у меня будут большие проблемы в связи с участием в этом процессе. И не только мне. Это было на позапрошлом заседании. И не только мне, моим коллегам точно так же. И в том числе они влияли на переводчика, который у нас заявил сам отвод. Один из адвокатов заявил переводчику и понятым, которые присутствовали при проведении следственных действий, что мы теперь знаем, где вы живете, мы знаем ваши данные. Нами никаких угроз не высказывалось. Мы только объявили следователям, что в связи с их незаконными действиями мы будем обращаться не только в прокуратуру для привлечения их к уголовной ответственности, потому что они грубо нарушают уголовно-процессуальный кодекс, но и будем обращаться в Европейский суд по правам человека. Спасибо.